И вместе с нами директор Золинского Дума Сергей Казаков. Здравствуйте. Обзор Владимирской газеты от Томикса. Пожалуйста, что у нас в первой полосе? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну, в первой полосе угодили по санкции. Здесь речь говорит о том, что сейчас губернатор Владимирской области Сипягин Владимир Владимирович, в общем-то, начинает как бы строить свой аппарат, уже начинает делать, так сказать, шаги по функциональным значениям его заместителей. То есть он меняет ответственность заместителей, которые сегодня фактически не работают. Это Мазанько, который находится под следствием и отстранена от должности, но остается, как ни странно, заместителем губернатора Владимирской области по имущественным отношениям. То вот ее функции передали другому вице-губернатору. И также, в общем-то, от Чигаева, тоже вице-губернатор, который, по-моему, занимался строительством, тоже и другими там направлениями, строительством как бы основной его функциональной обязанности курировать строительство, тоже передали там другому вице-губернатору. Ну и, может быть, еще этот заголовок пересекается вот со статьей, уж лучше бы угодило, расстрельный список, в кавычках. Это статья Михаила Буянова, который, в общем-то, анализирует ситуацию, почему Светлана Юрьевна Орлова проиграла выборы, почему сегодня, в общем-то, появился новый губернатор. И он также здесь говорит о том, что, может быть, лучше бы ей было тогда, когда Владимир Владимирович Путин, в общем-то, назначал исполняющих обязанностей. Помните, там было 10 или 12 губернаторов, которые идут в отставку и не пойдут на выборы уже в сентябре, в единый день голосования. Тогда много было разговоров о том, что Светлана Юрьевна в этом, как называли, расстрелянном списке, в кавычках, находилась. И, в общем-то, она как-то смогла избежать той отставки, пошла на выборы. Ну и, как вы помните, во втором туре, 23 сентября, она достаточно, так сказать, с большим отрывом проиграла. Владимир Владимирович Сипягин оторвался от нее достаточно на большое количество голосов в Владимирской избирательной. Она потеряла полностью доверие Владимирцев. И сегодня, где она находится, никому неизвестно. Сегодня многие, кстати, спрашивают, я думаю, может, и вашим телезрителям интересно, где же находится Светлана Юрьевна Орлова. Вот могу, как депутат законодательного собрания, могу сказать, что не знаю, где находится. Да, такой информации на сегодняшний день нет. Возможно, пока просто отдыхает, приводит себя в порядок после такого сокрушительного поражения. Но то, что вроде бы она из своей резиденции уехала, этот факт подтверждается, так сказать. Вот. Интересно сегодня было на заседании информация о том, что вот общественная палата может быть, мы даем такое, сегодня законопроект рассмотрели, право будет выдвигать наблюдателей на выборы. Наблюдатели, которые смогут от общественной палаты контролировать ход избирательного процесса. Кстати, в связи с этим мы высказали пожелание, так сказать, добавить самостоятельность общественной палате и попробовать найти вариант нового формирования этой общественной палаты. Сегодня, как вы знаете, 15 человек туда назначают губернатор Владимирской области, 15 назначают законодательное собрание Владимирской области, и вот эти 30 человек избирает еще 15 человек уже от других общественных организаций. Вот так формируется общественная палата. И во многом она, к сожалению, не самостоятельна. Потому что две ветви власти контролируют вот эти общественные организации, и они не чувствуют себя свободными. Вот мое, в частности, предложение, мои коллеги его поддержали, формировать общественную палату, чтобы по законам общественных организаций, чтобы сами общественники вместе на какой-то учредительной конференции приняли решение о численности и каким-то, может, рейтинговым голосованием избрали эту общественную палату. И тогда она будет уже формироваться независимо. То есть само общество и его представители сформируют. Но пока это еще вопрос, так сказать, законодательной инициативы, которая впереди. Вот. Еще был интересный вопрос на законодательном собрании. В общем-то, я там тоже выступил, я это говорил на сайте tomix33.ru, это есть мое выступление. Буквально я его сегодня повторил в законодательном собрании о том, что 23 сентября есть информация о том, что были нарушения и фальсификации на 463-м участке, по мнению тех людей, которые там находились в составе участковых избирательных комиссий, и на 408-м участке. Вот я сегодня попросил правоохранительные органы обратить внимание на сообщения СМИ об этом. В частности, я говорю, на tomix33.ru это было. Вот. И чтобы как-то все-таки была проведена проверка по этим фактам. Потому что, ну, важно, чтобы люди, которые нарушали закон, а там даже и уголовный кодекс, в общем-то, нарушен. Если все эти факты подтвердятся, там есть уголовная статья, фальсификация результатов выборов, то, конечно, это будет важно наказать вот тех людей, которые пошли на эти нарушения. И самое главное, кто отдавал эти распоряжения, чтобы вот в комиссиях этим занимались. То есть там бюллетени Сипягина складывали в стопочку бюллетени Орловой. Ну, такие вот рассказы у нас на сайте есть. Сельская медицина погрязла в проблемах. Вот здесь по линии ОНФ, значит, Общероссийский народный фронт, лидером которого является президент Владимир Владимирович Путин, проводил проверку состояния ФАПов во Владимирской области. И по итогам была, так сказать, открытая пресс-конференция, обсуждение этих вопросов. Вот об этом идет речь в нашей статье. Вот. Поэтому, насколько мне известно, на этом заседании достаточно, ну, такой критики подвергли состоянии этих фельдшерско-акушерских пунктов. Вот, насколько мне известно, их еще не везде. Ну, их достаточно у нас в Владимирской области. Поэтому, я думаю, что и те, которые находятся, тоже, в общем-то, не в самом лучшем состоянии сегодня находятся. Также мы пишем о том, что сегодня продолжается процесс по банкротству завода «Автоприбор». Мы следим за событиями, которые разворачиваются в суде. Вот. Тоже, кто интересуется, я думаю, с интересом, прочитает о том, что происходит в судебном заседании, какие там даются показания, какие там аргументы приводит сторона, так сказать, защиты. Ну, там главным обвиняемым является бывший директор этого завода Алексей Мельников, которого, в общем-то, хотят, обвиняют в том, что Яков преднамеренно, преднамеренно банкротил вот автоприбор. Ну, в нашей статье есть аргументы, что это было все-таки не банкротство преднамеренное. Вандализм на улице Владимира. Вы знаете, что Лебедево-Полянскому, да, в общем-то, памятник, который находится здесь в центре Владимира, буквально в золотых ворот, какие-то вандалы по каким-то причинам расписали. Да, вообще. В соцсетях сейчас есть информация с видеонаблюдений, да, просьба, ну, всех неравнодушных и кто может опознать их, ну, откликнуться. Ну, не знаю, у вас какая информация? Нет еще, пока не нашли? Пока, да, пока не нашли по нашей информации. Рожжалась повышением, ну, это мнение тоже нашего Михаила Буянова, нашего главного редактора, рожжалась повышением. Это речь идет о том, что, значит, Ольга Хохлова как бы ушла в Сайд Федерации. То есть она с поста заместителя председателя законодательного собрания теперь будет работать членом Совета Федерации Российской Федерации. Ну, в общем-то, тут как бы с повышением, наверное, это правда, потому что все-таки Совет Федерации это более высокий орган. И, насколько я знаю, на ее место председателя местного отделения, регионального отделения. Сегодня рекомендуется Владимир Николаевич Киселев, председатель законодательного собрания. То есть он станет еще и лидером партии «Единая Россия». Говорят, что теперь Владимир Николаевич станет одним из влиятельнейших людей, не только теперь как председатель законодательного собрания, но и имеющий, так сказать, руководство партии и партия, которая еще имеет и большинство в законодательном собрании. Потому что большинство сегодня, как мы знаем, принадлежит партии «Единая Россия». Также проект их знает не только в лицо. Вот следующий этап. Как вы знаете, этот проект, вот все наши читатели, которые постоянно покупают газету, это по упоминаниям в нашей газете мы формируем вот этот рейтинг, так сказать, сводный рейтинг всех политиков Владимирской области, общественных деятелей. Ну вот до сих пор в рейтинге Светлана Орлова, как экс-губернатор, на втором месте Владимир Владимирович Путин, он всегда как бы после губернатора по упоминаниям, ну второй, потому что все-таки область газета областная, поэтому упоминаем губернатора в большей степени, чем президента. Вот на третьем месте идет Дмитрий Хвостов, ну бывший заместитель Орловой по строительству, сейчас обвиняемый, значит, в суде идет судебный процесс, над ними его судят. Затем идет Виктор Шляхов, тоже обвиняемый, ну бывший директор ГУП Тепличный. Вот, и также среди лидеров здесь Елена Мазанькова. Вот я смотрю такой рейтинг, именно вот люди упоминают те, которые сегодня подозревают в совершении уголовного преступления. И здесь вот я хотел бы отметить, появился Максим Шевченко, он на восьмом месте, в общем-то, это, так сказать, человек, который баллотировался от КПРФ на губернатора Владимирской области, вот сегодня является лидером фракции КПРФ в законодательном собрании. Ну, известный уже теперь у нас в области человек, он и так был известный, вот, но теперь мы его знаем. Ну, в вашем рейтинге уже так набирает позиции, да? Да, 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 набирает позиции, поэтому я думаю, что, конечно, вот этот рейтинг, это интересное отражение. И, знаете, вот чем он хороший этот рейтинг? Тем, что, в общем-то, он четкий рейтинг. Здесь газета, она все-таки у нас тоже отражает ситуацию вот в Владимирской области, то есть те люди, которые хотят быть заметными, которые себя проявляют, они, конечно, попадают на страницы нашей газеты. И когда мы составляем этот рейтинг, вот были попытки его там опровергнуть, попытаться сказать, что он не совсем объективен, но все это разбивается, в общем-то, четкую систему, которая вот существует по подведению этого рейтинга. Вот поэтому я думаю, что, в общем-то, обязательно этот рейтинг должен быть сохранен в нашей газете, вот, и мы постараемся, чтобы он был. Ну, и в конце я хотел бы сказать, что, да, Михаил Анатольевич Буянов, которого мы очень уважаем, который много лет, 10 лет отдал нашей газете, в общем-то, решил как бы подать в отставку. Я с большим сожалению могу это сегодня сказать. Ну, он до 1 ноября еще будет работать. Я вот ему, пользуясь случаем, приношу огромную благодарность. Я знаю, что вот читатели газеты, которые вот завтра ее купят в киосках, так сказать, всегда отмечали его статьи. Вот этот стать проекта знает не только в лицо, это тоже его проект. У него есть в газете вот подведение социально-экономических итогов. Это уникальный такой тоже проект, который, не знаю, вот сможем ли мы сохранить, потому что, Михаил Анатольевич, еще я знаю, есть такая методика подведения итогов социально-экономического развития региона. И никто никогда не смог опровергнуть его цифры, которые он в газете публиковал. Вот. Ну, к сожалению, это его решение, он как бы его принял. Я думаю, что он сумел за эти годы воспитать себе достойную смену. У нас уже есть люди, которые, в общем-то, уже продолжают делать газеты. Он в последнее время тут был в отпуске небольшом, и, в общем-то, газета продолжала выходить. Поэтому наши читатели пусть не волнуются, газета будет жить, продолжать развиваться. А завтра вы можете ее купить в киосках распечатей и у наших распространителей. Спасибо. А мы, как всегда, увидимся в следующий четверг с новыми интересными новостями. Обязательно, обязательно. Всего доброго.